Ну, я бы выделил именно тренд объединения систем автоматизации зданий с IP-индустрией. То есть, если это буквально еще несколько лет назад было два совершенно разных рынка, фактически не пересекающихся между собой, то сейчас мы уже видим взаимную интеграцию, ну, и фактически даже, если сказать точнее, поглощение IT-рынком, рынка автоматизации зданий. То есть, этот процесс еще в самом своем зарождении, но уже можно это как тренд выделить. 2016 год, я думаю, не очень сильно все-таки будет отличаться от 2015, но тренд все-таки ведет к тому, что уходят с рынка непосредственно инсталляции решения бюджетные в эконом-классе, которые уходят в рынок B2C. То есть, производитель их берет на себя, и плюс традиционных производителей очень сильно на этом рынке теснят новые стартапы, которые появляются и в России, и в мире, которые предлагают, в общем-то, фактически коробочные решения конечному заказчику. Но здесь, получается, ситуация, нужно к этому быть определенным образом готовым. И буквально пройдет год-два, когда люди, как пультами, там 10 лет назад, то есть, люди, когда у них появился один пульт непосредственно дома, им было удобно. Когда появилось два, им стало еще удобнее. Но когда стало пять, они захотели автоматизировать свое жилище и сделать умный дом. Соответственно, я думаю, что сейчас, в ближайшие несколько лет, будет происходить похожая ситуация на рынке, по крайней мере, домашних инсталляций, когда люди накупят много всего, и каждая эта интересная штучка будет управляться через мобильное приложение. Но когда их станет там 10-15, они захотят это все-таки объединить в единую систему. Таким образом, определенным образом, придет на рынок профессиональных инсталляций клиенты, которые это захотят объединить. И дальше станет вопрос, можно ли будет это объединить, либо рекомендовать заказчику выкинуть все, что он купил до этого, и купить новое. Все-таки мне хотелось бы, чтобы сейчас на рынке появлялось больше продуктов, которые одновременно могут продаваться по модели B2C и настраиваться plug-and-play, но в то же время, когда заказчик захочет какие-то дополнительные возможности с интеграцией, либо с увеличением функционала, чтобы это можно было сделать, не отказываясь уже от купленного изделия заказчику. Ну, я на самом деле не так много форумов посещаю по тематике IP. То есть это вот, ну, как бы форум, который мне ближе, ну, профессионально, я занимаюсь интеллектуальными зданиями, и это, в общем-то, одна из немногих площадок, где говорят не об интеллектуальных зданиях, но о темах достаточно близких и системах, с которыми я обычно сталкиваюсь на объектах. Ну, здесь появилось, вижу больше людей, знакомых, которые приходят из более знакомого у меня рынка. Ну, это, как бы, последствия интеграции различных систем здания в единую IT-инфраструктуру. То есть если несколько лет назад IT-инфраструктура подразумевала сети передачи данных там, активное оборудование, то сейчас, в общем-то, все фактически сервисы внутри здания, включая и пожарную, и охранную сигнализацию, и системы автоматики, они, в общем-то, уже фактически живут в мультисервисных сетях здания, и уже их часто бывает невозможно разделить по сегментам, отделить от IP-технологий.